Уже разочарован. Еще не успев его даже посмотреть. Он идет всего 2 минуты. Что это такое? Тут столько хайпа было вокруг. Аркан. Официальный трейлер. Аркейн в русской версии. Riot и, как вы знаете, вместе с Netflix выпускают аниме. Которое, я так понимаю, нельзя будет посмотреть на Твиче. Поэтому будете сами смотреть его в интернете. И потом будем делиться впечатлениями. Я, может быть, сделаю какие-то там обзоры серии. Если они будут интересны, чисто как кинообзорщик со вставками из сериала. Но так, с минимальными вставками, чтобы там страйки никакой не прилетел от Netflix. Но сейчас пойдем посмотрим трейлер. Потому что трейлер обещали, что будет дико крутой. По сути, был даже обратный отчет уже в течение недели. Все рекламировали, что будет трейлер, будет трейлер, будет трейлер. Но пока 2 минуты 30 секунд. Нет, смущает. Ну, поехали. Я его еще не смотрел. Так, стоп. Это официальный трейлер на русском языке, да, я так понимаю, в кавычках. Официальный трейлер. А, это я не туда зашел, прошу прощения. Он просто здесь по-русски написан, поэтому я подумал. Ну, наверняка уже он есть на русском языке. Зачем нам смотреть на английском, когда есть на русском языке? Чуть такое. Ясно все. У них здесь обзор формата чемпионата мира по бесполезной игре Valorant. Смотрим на английском, пофиг. Когда я была ребенком, и я, и моя сестра, мы играли. Мы притворялись, что гоняемся за монстрами. А она говорила, да нет никаких монстров, а чушь это все. А потом настоящие монстры появились. Теперь меня одни Юнайти. А мир растет каждый день. Там, на поверхности. Эти топсайдеры живут и ничего не подозревают. Я кое-что изучил, совершенно новое. Это будет магия и наука. Ты не понимаешь, это ошибка. Сила не появляется у тех, кто самые сильные. Она приходит к тебе, если ты сделаешь все, чтобы ее заслужить. Ты себя представляешь героем, не так ли? И чего ж ты тогда ждешь? Это падение. Они называются Андерсити, а те топсайдеры. Прикольно. Что ты сделал с моей сестрой, ублюдок? Жигаю, как-то перекинули. Сигай ее, как бы, перекинули. А это дед, которого я с Эземс перепутал, я так понимаю, это дед их отчим? Арканная Лига Легенд Не, ну, как обычно, все эти трейлеры делаются мега пафосные, мега... 6 ноября, кстати, они дату перенесли, сейчас покажу 6 ноября надпись Дату перенесли, потому что обещали вроде 3 октября, но я уже слышал про то, что они собираются перенести И, видимо, из-за этого они чуть раньше трейлер решили показать Ну, давайте побегаем здесь, что нам показывает Это показ из тизера, который мы с вами тоже смотрели Там, где Вай вместе с Джинкс сидели и общались И Вай как раз рассказывал о том, что они вместе выберутся из этих трущоб Да, кто не в курсе, они в трущобах находятся в зауне, который находится под пилтовером Поэтому топсайдерсы их называли Топсайдерсы, это, я так понимаю, как в русскую версию-то они переведут Ребята с вышки, блин Ну, я даже не знаю, как перевести топсайдерсы на русский язык Прямо так, чтобы сохранить именно вот этот фразеологизм, который в английском языке они используют Типа топ-это верхние, просто верхние Верховики, да, но верховики какое-то слово очень дурацкое в русском языке Верхние, наверное, так и будут просто называть Нижние и верхние Ну, а этих они называли, как там было слово? А, Андерсити, да, это подземный город Ну, подземный город, ладно, здесь как бы все просто Бружуи, да-да-да Ну, что нам показали? Ну, Вайт Джинкс показали Показали новых персонажей, как раз таки Вот этого парня, которого мы с Джейсом спутали Я так понимаю, это не Джейс, никакой будет в итоге А может быть и Джейс, просто он еще здесь не побрился достаточно Нижний и верхний, это уже БДСМ Так оно здесь есть Вот, вот это вот, я так понимаю, Джейс А это тогда кто был? У него тоже точно такой же костюм Я его спутал на картинке с Джейсом Но вот это точно Джейс, правильно же, я понимаю? Это персонаж новый, но он в Лиге Легенд Вроде как, я сначала думал, что он станет Синджитом Потому что у него все прям сходится по лору Синджитом Что он сам себя отравит и превратится в психопата То есть профессор из Пилтовера Который станет вот таким вот странным профессором Но у него здесь совершенно другое имя Его зовут здесь Силко Силко, картинку уже Райты выкладывали Это, хрен знает кто это Не могу понять Ну это Джинкс, понятное дело Красивые картинки Брат-близнец Джейса, который появился, когда Джейс попадает в кому Именно так Are we nothing has ever exchanged? Кейтлин что-то здесь побитая какая-то Вся в кровище, посмотрите Перевязанные руки Избитая бедняжка Ну и нам намек был на то, что что-то этот профессор сделал с Джинкс Когда пришли к Вай Вай тоже захотели взять Вай здесь даст всем по щам Я так и понял Но при этом этот профессор что-то сделал с Джинкс И она говорила, что в любом случае Ты будешь моей сестрой Что бы там ни произошло Так что возможно, я так понимаю Здесь будет рассказ, как Джинкс сошла с ума И будет этот лорд чуть дальше находиться, чем в Лиге Легенд Потому что в Лиге Легенд Джинкс все еще Сошедшая с ума девица Которая уничтожает все вокруг Ей плевать на все А возможно здесь ее вернут уже в свой прообраз Который изначально есть, как сестра Вай Потому что по истории Вай с Джинкс были в одной мафии В одной банде Вай на одном деле провалилась Джинкс ее предала и оставила там А Вай в итоге присоединилась с Кейтлин Начала с Кейтлин вершить правосудие в Пилтовере Поднялась, так сказать, выше А Джинкс это расстроило И она стала местным Джокером Ну это типа такой в лоре была идея Здесь нам намекают Ну что совершенно по-другому идет лор Либо как раз перемотка уже время вперед То есть то, что после Лиги Легенд Интересно будет ли это как-то влиять на Лигу Легенд Потому что в Лиге Легенд Вы знаете, она прям вот соединена Вместе с лором Рунтерры Карточек То есть если карточки какие-то появляются У них какие-то появляются диалоги То это же появляется в Лиге Легенд То есть это неотъемлемая часть Тот же самый персонаж Виего Который во всех регионах сразу же Оказал гигантское давление Ну посмотрим Пока трейдер мне дико понравилось Скажу прямо То есть это то, что я буду смотреть Однозначно, как только выйдет Ноябрь 6 Садимся, смотрим Насколько я понимаю, раз это Netflix То не будет по одному По одному эпизоду выходить в неделю А будет сразу все выложено На Netflix обычно так и происходит Сразу все выкладывается Так что можно будет сразу посмотреть Все эти 8 эпизодов Которые были запланированы Но мне пока нравится Хайп мне не нравится Который вокруг него крутит Я объясню, почему не нравится Потому что если окажется провалом Ну рейтинг сразу же в голове у всех упадет И вообще репутация может даже резко упасть Как и Riot Games, так и Лиги Лиги Так и Netflix Но и еще что мне нравится Вроде это Netflix И ты ожидаешь от Netflix говна всякого Но напоминаю, что Netflix Они здесь дистрибьюторами являются А сами разработчики Riot Games Вместе со своими сценаристами Прописали весь этот текст Поэтому здесь вряд ли будет Те самые повестки Нынешнего общественности Где Джейс окажется любовником Где там этот парень был Блин, не могу найти того парня В общем, Джейс вряд ли окажется любовником того парня И вряд ли Вай окажется трансвеститом Притугу Я надеюсь Я очень на это рассчитываю, ребят И это тоже не окажется Майкл Джексоном в итоге Как вы поняли Ну ладно, ребята Вот такой трейлер Ссылочку я оставлю на него под видео Картиночку какую-нибудь, не знаю Красивую выберу Здесь мне много понравилось Моментов с Вай Можно этих вот Бастовщиков этих Навальд Скорее всего я вот какой-нибудь Возьму с ударом Вай Музыка тоже прикольная Мне это нравится Вот что это за девчонка Которая разбила Вай лицо Совсем непонятно Но она использовала здесь перчатку Вай еще здесь без перчатки Как вы можете видеть Я так понимаю После этой битвы Вай ее убьет здесь Съест ее полностью Потому что В зауне же Каннибалы В основном живут Это же подземка Как во всех Мирах это устроено И заберет ее оружие себе Вот Главный герой девки Не, но главный герой девки Они были еще до того То есть Вай когда Кейтлин и Джинкс появились Тогда уже были главными Они героями Это и лавой возможно Прикольно кстати выглядит Правда многим не понравилось Что Кейтлин перестала быть Индоевропейкой такой Она была индоевропейка Теперь она прям азиатка Азиатка Но не знаю Я никогда не видел ее В другом обличии То есть я не считал ее Прямо русской такой Дайте Внешность Не скандинавская Не немкая Она была не француженка Вот француженка Ближе фиоры Вот если фиору поменяют На азиатку Тут я конечно задамся вопросом Райты А какого хрена А то что здесь Джинкс вроде сохранила Свою внешность Глаза то что стали больше Но это понятно Это для него Вай вроде тоже сохранила Свою внешность Только она чуть более накачанная Здесь она еще Я не могу понять Какая это временная рамка Это рамка после того Что происходит в Лиге Легенд Либо это рамка до того Что происходит в Лиге Легенд Возможно Джинкс сойдет Как раз таки только с ума Чуть позже И Вай здесь ее предаст И Джинкс в конце скажет Ах ты тварь Увидимся в Лиге Легенд Вот Это единственное Что по-прежнему непонятно Потому что здесь у него Прическа еще другая И она менее накачанная То есть может она Исхудала Просто потом Пошла Макета диета Села Кто знает Кэтлин брюнетка Европейской внешности Ну где она Кэтлин брюнетки Европейской внешности Ну что ты начинаешь В каком месте Вон перчаток Доживающий Не скрафтила Ну так Не скрафтила Ты не скрафтила Про оружие Я думаю здесь можно По-другому Ну тогда Тогда Хорошо Представим что она Не скрафтила перчатки Значит это происходит Это приквел К Лиге Легенд Следовательно Мы уже знаем Концовку Концовка будет в том Что Вай придаст Джинкс И все Вот И она присоединится Кэтлин И скажет Ты сеструха Не права И все Это было Пафосом А да Деда этого Кто это задет Я не знаю Чего это задет Ребят У него есть имя Райт И мы его тоже Имя придумали И он здесь Маленьких их таскает В Лиге Легенд Его нет У него одна рука Почему-то перевязана Ходит он В одежде Израиля И похож на Более старого Израиля Возможно Он еще И отец Израиля То есть У него Видите Как много Семени Он разбросал За все это Время Пока Находился В зауне Разбрасывал Свою семью И в итоге И Эко Тоже возможно Его сын И Эзе Сын И девчонки Эти тоже Его сыновья Потом стали Дочерями Как эти Вега Да Возможно Это будущее Защищаясь Семью Блин Здесь Прям Вообще Семья Самое Главное Вообще Какой-то Что-то Мне хотел Сказать Эльдорадо Не Эльдорадо Это Сицилия Какая-то Сицилианская Мафия Калер И Ирелия Детская Внешность Да А калер Ирелия Изначально Детская Внешность Все Все Чуть Ждем Ждем Этот выпуск Это шикарный Будет Анимешка Посидим Так сказать Покушаем Что-нибудь Посмотрим Повеселимся Но кстати Не было Какой-то Идейной Постановки Извини Просто показали Хайлайты По сути Из всего Ролика Обычно Эти трейлеры Строятся По трем Принципам Первый принцип Это рассказываем Всю историю Но это чаще Все комедии Всю историю Рассказывают С небольшими Шутками Боевики Как раз Строятся По вот такому Концепту Показываем Просто куча Хайлайтов Посмотрите Как там Фильмы С Том Крузом Как трейлеры Показываются И так далее И третий вариант Это сразу Нам нагнетают Какая будет история Ну тут сложно Взять фильмы Какие-то Прямо так Навскидку Не вспомню В каких трейлерах Это было показано Но нагнетает Вот эту вот Всю историю Здесь истории нет Мы вообще ничего Не знаем Так что здесь Как раз таки Виндизельская Вот эта тема Куча эффектов Из-за семью Семью одобряем Вот Все Ладно Ставьте лайки Ну или не ставьте лайки Это ваше право Но я бы поставил себе лайк Я молодец Я бы поставил лайк Подписывайтесь на канал Чтобы ничего не пропускать Трейлер Посмотрели Аркановский Пока-пока